МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хотите сходить на какую-нибудь интересную экскурсию, но у вас нет времени? Это не страшно. У вас есть я, Евгений Рыбов. Каждую неделю я хожу на экскурсии по заводу Москвы. И, конечно, я приглашаю вас с собой. Рядом с Бирюлёва посреди промзоны расположился настоящий рай для женщин. Фабрика Фаберлик, особенно известная своей кислородной косметикой. Понятно, что дам уговаривать остаться у экранов не надо, а вы, господа, тоже далеко не уходите. Во-первых, скоро Новый год, и вы узнаете, что подарить своим любимым на этот праздник. А во-вторых, и себя в порядок тоже можно привести, ведь косметику для мужчин здесь также производят. Сегодня я загляну в двухтонный миксер и узнаю, как варятся гели для душа. Проведу краш-тест формочек с пудрой. Расскажу, что общего у помады и пластилина. И испытаю на себе очищающую маску. Ну, то есть я на этой неделе уже мылся, но чисто из любопытства. Ну и кроме того, выясню, почему кровь бывает голубой, и приму воздушный душ. А еще я узнаю, как правильно хранить душ и несколько лайфхаков по использованию косметики. Компании Фаберлик всего 22 года. Она российская по паспорту и международная по охвату рынка. Более 40 стран мира. Причем в России и в СНГ Фаберлик входит в тройку лидеров прямых продаж. Это когда у предприятия нет офлайн-магазинов, и товар попадает в руки покупателя сразу с завода. Выбрать есть из чего. Компания выпускает более 8 тысяч наименований продукции, и кроме косметики в ассортимент входят товары для дома, одежды, обувь, аксессуары и нижнее белье. Духи! Антисептик. А там приятно пахнет. Наверняка девушки сейчас хотели бы оказаться на моем месте. Именно здесь производят тушь, помаду, румяны и все остальное. В общем, это не цех, а огромная косметичка. И именно здесь начинается моя экскурсия. Вот, скажем, на кондитерских фабриках сотрудники теряют интерес к шоколаду. Интересно, как обстоит дело здесь, на косметическом производстве. А? К шоколаду не теряем. А косметики? К косметики тоже. Мы же женщины. Естественно. Пожалуйста. Екатерина Сазонова, начальник цеха декоративной косметики. Стаж работы на фабрике 6 лет. Считает, что кроме красоты мир спасет интеллект. Так что побольше читайте, ходите в музеи и, в общем, просвещайтесь. Хорошо. Значит, началась наша экскурсия. Это что это? Помадная машина? Да, это помадная машина. Я угадал наш. Да, да. Вы у нас почти специалист, Евгений. Я так подозреваю, но неспроста у меня сюда подвели. Вот это то, с чего делается помада. Да, это помадная масса. Можно туда заглянуть? Ну, можем, да, заглянуть, только аккуратно. Похоже на пластилин. Да, есть некая схожесть. Ну, собственно, машина, видимо, распределяет уже этот кирпич. Да, ее греют, так как сейчас она, конечно, твердая. То есть так мы с ней ничего не сможем сделать. Ее греют, за это отвечают баки в машине. И уже разогретая, она разливается по вагончикам. Вот он как раз этот процесс. Вагончики называются? Да, вагончики называются. Слушай, я мужчина, у меня цифры, цифры. Цифры, да. Сколько вот этот брикет весит? Около 20 килограмм обычно брикета. Из него выйдет порядка 5000 штучек помады. Представляете, сколько можно осчастливить женщин? Или одну, если опустите ее туда головой. Ненадолго. Кстати, помаду, как и всю декоративную косметику, на фабрике выпускают с 2001 года. Начали всего с трех видов изделий. А сейчас производят около 200 оттенков. Можно в течение года практически каждый день выбирать новый цвет помады. Наибольшим спросом у покупательниц пользуются нейтральные и ярко-красные оттенки. Какой проще выпускать помаду? Вот с яркими цветами? Я не знаю, вообще это влияет как-то наличие цвета. Да, влияет, конечно, безусловно. Проще всего работать с бальзамами. Это те, что бесцветные. Бесцветные, ага. Да, на губах бесцветные. Ну, в них нету пигментов, поэтому нету проблем с настройкой машины. И нету разводов, которые портят внешний вид, соответственно, помады. А вот, а, все, закрутили. Да, все, здесь уже конец, это хвостик машины. У нас уже фактически готовая помадка. Ее единственное, что еще... Закриваются, да? Счастье. Я предлагаю подойти посмотреть второй женский клайн. А, давайте. Это тушь для ресниц. Давай, давай. Если перед этим была помадная машина, то нетрудно догадаться, как называется машина для производства туши. Правильно, тушевая. Конкретно это самое автоматизированное в мире. Работает на ней всего два сотрудника. И за 12 часов они фасуют около 30 тысяч туб туши. Кстати, вот часто слышно, сам-то не знаю, но девушки говорят, тушь там камень, или там она потекла. Вот это почему все происходит? Сыпется. Не ваше, не ваше. Да, наше нет. Наша такими вещами не занимается. Сыпется, да, еще очень часто. Вот почему так происходит? Так происходит, потому что тушь очень чувствительна к температурным режимам. Ага. Да, любое нарушение условий ее хранения ведет к тому, что она подсыхает. Сейчас есть идея. Я выключусь на секундочку, да? А вы в камеру нашим зрительницам. Да. Расскажите пару лайфхаков, как выбирать, хранить, а я пока меня не перебиваю. Пожалуйста. Важно соблюдать условия хранения туши, потому что если, к примеру, носить ее в сумочке зимой, она, естественно, подсыхает, и, соответственно, у вас будет эффект так называемой панды на глазах. Панды? Да, то, на что жалуются все женщины. Да, несмотря на то, что любят панды, на глазах женщины их не любят, поверьте мне. Ага, что нужно? Деховую сумку носить? Нет. Что делать? Просто не носить, просто купите два баллончика, один на работе, другой дома. Все, это решает все проблемы. Чтобы у девушки в сумке чего-то не было? Поверьте мне, как человеку, который работает с тушью. Поверьте, как человеку, который работает на заводе, купите два баллончика. Да. Ну и, естественно, я советую выбирать косметику, на которой стоит ГОСТ, потому что это означает, что продукция произведена по стандартам. То есть с ней будет как можно меньше потребностей. На вашей стоит ГОСТ? Да, естественно, вся продукция проходит регистрацию. Идем дальше. Пока мы идем дальше, пару слов об экспорте. Ведь наверняка что-то из этой продукции отправится в дальние края. Поставлять свою продукцию за рубеж компания «Фаберлик» начала в 2003 году. А спустя всего два года фабрика вышла в лидеры прямых продаж в 15 странах СНГ и Балтии. Со временем там появились и свои представительства. На сегодняшний день их по всему миру 18. А в этом году компания заняла первое место на премии «Экспортер года», победив в номинации «Крупный бизнес». Ждем новых успехов, а пока отправляемся на участок компактных изделий. Пудры, теней и всякого такого. Вот здесь у нас находится сырье. Ну, видите, порошок. Похоже на песок. Похоже на песок. Я думаю, что в этой песочнице ни одна девушка хотела бы поиграть. Да. И дальше это сырье, соответственно, засыпается в бак. Он находится в середине машины. Можно я поучаствую в создании женской красоты будущей? Я все знаю. Да, только правила санитарии, естественно. Я когда прихожу на производство, у меня всегда с собой в кармане и перчатки, и бакилы. И шапочка, и маски. Девчонки, смотрите. Возможно, одна из вас будет пудриться моей пудрочкой. Прям вот так? Да, прям в бак. Четвертый разряд. Теперь вы тоже причастны к созданию косметики. Я делаю женщин красивой. Ну, давайте посмотрим, что вышло. Так. Вот тут прессуется, вижу. Да, да. Вот это как раз пресс. Прессовка обязательно происходит через ленту. Никогда прямиком на металл. Нет, никогда. А вот это что за ветерок тут дует такой? Это не просто ветерок, это сдувается лишнее сырье, которое не запрессованное по краям остается от ГД. Да, потому что дальше в продукте оно нам не нужно. А, вот, ага. Ну, вот они сверху присыпанные, а выходят уже гладкие. Да. И, собственно, вот на выходе наши готовые пудры, которые дальше останется только вклеить в пудляр и подарить какой-то прекрасной и счастливой женщине. Но перед этим формочкам устраивают так называемый дроп-тест. По-русски говоря, их бросают. Но не на пол, конечно. Для этого есть специальный прибор. Да, мы будем бросать на линолеум. А, это, видимо, не годы, а как раз... Нет, это не год изготовления и не какие-то другие годы. Да, это 20 сантиметров. Высота, с которой мы будем бросать. Да, вставляйте ее посередине аккуратненько. И справа есть кнопочка. Внимание. Забирайте. Фантастика какая-то. Смотрим. Еще разочек. Не-не, можно не смотреть. На третий раз, да? Да, три раза делается. И финальный. А вот теперь уже смотрим. Ну, ничего не изменилось. Она идеальна. Тест пройден. Считаем продукцию качественной. Фантастика какая-то. Пройдемте. Пройдемте. У нас экскурсия. Это экскурсия. У нас периодически проходят экскурсии от Министерства промышленности. И сюда может попасть каждый желающий посетить наше производство. Я сейчас как Мэл Гибсон легко догадаюсь, о чем думают эти женщины. Хочу, 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 хочу. Хочу, хочу. И вот это еще, пожалуйста. Заверните. А вот это вот что вообще все в целом? Это шоурум. Здесь представлена наша продукция, которую мы выпускали. Ну, вряд ли за все годы. За вчера. Ну, примерно, да. Конечно, не за 20 лет жизни производства. Здесь представлены в основном последние наши коллекции, ходовые. И несколько коллекций, которые очень яркие и запоминающиеся для нас, в которых есть продукты, которым мы можем по праву гордиться. Понимаю, от лица всех мужчин, ко всем приближающимся праздникам, есть какой-то универсальный подарок из серии косметики для девушки? Потому что там помада надо угадать с цветом, крем надо знать, там как это жирности, что они там, ночные, утренние. Вот что-то можно? Пошел, ткнул, купил, и точно девушка будет рада. Ну, есть, конечно, базовые продукты, которыми пользуется большинство женщин. Хлеб, молоко? Нет. Для женщины нет. Есть черная тушь классическая, ей пользуется почти каждая женщина. То есть это беспроигрышный вариант. Я думаю, что бальзамы для губ увлажняющие, это тоже... Бесцветные, видимо. Бесцветные, да, которые... Записали. Ну, либо с легким цветом, но который не очень заметен на губах. Можно попробовать, если вы рисковый мужчина, можно попробовать выбрать помаду в нейтральных оттенках. Это всегда подойдет любой женщине на каждодневную носку. Ну, то есть не ярко-красная. Ну, если вы очень хорошо знаете женщину, можно и ярко-красную или в качестве эксперимента. Ограничимся тушью. Ну, про декоративную косметику хотел сказать, узнал все, это в район. Не-не-не, совсем не все. Узнал все, что хотел. Лишь малую часть. Спасибо вам большое, я пошел дальше. Пожалуйста, надеюсь, вам было интересно. Очень, очень. Приходите к нам. Конечно. По пути на следующее масштабное производство я заглянул в цех полимерной упаковки. Так. Неплохой метродуй. Можно предположить, что это для фотосессии с развивающимися такие волосами, но вряд ли же, да? Пойду узнаю зачем. Узнал. Это был воздушный душ, чтобы сдувать пылинки с одежды. Забавно. Сам цех, кстати, симпатичный и новый. Основан всего два года назад и уже покрывает почти половину потребностей фабрики в тубах. Из оборудования запомнились печатные машины. Ну, потому что красиво и эффектно смотрится. А также шкафы инфракрасной сушки. Здесь 85 градусов, согласно... Характеристикам лакокрасочного покрытия. Ага. Это по скупчику. И сколько времени проводят здесь? 12 минут. 12 минут проводят, как же? Жарится, да, у нас здесь. Происходит процесс отверждения лакокрасочного покрытия. В принципе, в принципе, если... То, что мы сами видели. Если нанизать сюда на каждую пятую штырьку речку гриль, то можно неплохо... Ну, 85 градусов нам решить. Нет, ну, подогревать. Хорошо, подогревать. Ладно, зажарить не получится. Для сотрудников. Для сотрудников подогревать можно. Фабрика Фаберлик стала одним из счастливчиков, которые получили от правительства Москвы статус промышленного комплекса. Что это дает предприятию, вы узнаете прямо сейчас. А потом я вам расскажу о невероятной мышке, которая помогла совершить переворот в косметическом деле. Что касается поддержки городских властей, то статус промышленного комплекса Фаберлик получил от города этой весной. И с тех пор для предприятия действуют налоговые льготы на прибыль, имущество, землю, а также сниженная арендная ставка. Сэкономленные средства компания сможет инвестировать в свое же развитие. Нет, она и раньше этим занималась. Например, только в прошлом году было запущено 11 новых производственных линий. Но теперь можно развернуться еще шире. Вернемся к экскурсии. Меня ждут в цехе кислородной косметики. Вот я наконец-то дошел до цеха кислородной косметики. Кстати, история создания, открытия этой косметики, как, собственно, история всех открытий, случайность. Примерно в середине 20 века в США лабораторная мышка упала в эмульсию, насыщенную кислородом. И нет, не взбила масло, она же не лягушка, она там не задохнулась. Это и послужило толчком к дальнейшему изобретению. А успеха добились наши. Они создали вещество, которое запатентовал Фаберлик. И вот уже более 20 лет выпускает свою знаменитую косметику. Я вам сейчас все правильно рассказал, да? Да. А вы говорите, мышку на руку. Маргарита Лысенко, начальник цеха. Стаж работы на фабрике 13 лет. Считает, что кроме красоты мир спасет доброта. Экскурсия по цеху начинается в варочном отделении. Ингредиенты, из которых получают кислородную массу, смешивают в реакторах. Как раз сейчас мы с Маргаритой наблюдаем процесс варки геля для душа. То есть это гигантский миксер? Ну, не гигантский. Ну, а что? Это всего лишь 2 тонны. Чуть больше, чем у меня. О, это 2 тонны. Это миксер на 2 тонны рассчитанный. Вот 2 тонны смузи с утречка, представляете? Так, а вот это вот что происходит? А это вот как раз закончен технологический процесс. И уже будет происходить слив в промежуточную емкость. Ага. Для того, чтобы дальше... Все творилось и теперь сюда. А теперь мы это все сольем и отправим на посудку. А, вот из этого куба уже будет тасоваться непосредственно в банк. Да, непосредственно уже мы получим готовый продукт. Полилось. За сколько наполнится этот бак? Минут за 10-15. Минут за 10-15? Прекрасно. И из него сколько получится? И из него получится порядка 4 тысяч. 4 тысячи, скажем, флаконов шампуня. Да. Мне за всю жизнь столько... Ну, просто не вымезать, даже не продать. Хотя я могу попытаться. Ну, если стараться, то можно. А пойдемте, собственно, на линию, где уже, я так понимаю, что из этого бака разливают во флакончики, да? Условно цех фасовки разделен на два участка. На одном продукцию фасуют в тубы. Все машины здесь абсолютно новые, со скоростью фасовки до 90 штук в минуту. Чем на фабрике, кстати, очень гордятся. На другом участке идет фасовка во флаконы и банки. Здесь разные группы оборудования. Я слышал, что вы две новые линии запустили, да? Да. Это вот одна из них, я так понимаю? Ну, и в чем принципиальное отличие, что вам их дало? Мы стали выпускать больше готовые продукции, более высокого качества. Вот это здорово. А, ну, я понимаю, что всегда есть конкретные планы и заказы, но вот если так отвлечь, сколько вот можно производить там на этот час, в месяц, в год? Час 4 800. 4 тысячи 800 вот таких вот? Да. Это можно? Да. Ну, вообще, так запах стоит, но если прям вот понюхать, конечно, это чистая клубника. Прям, ой. А сердечко-то, ну, это, видимо, для девочек все, да, конечно? Да, это 14 февраля. А, да, это Дню всех влюбленных? Ребята, вы знаете, что мне покупать в подарок. Я заметил, у вас здесь очень много надписей «Халяль». Я знаю, что это такое в питании, в продуктах, а на парфюмерном производстве это каким образом? А это совершенно не только продуктов касается, это и косметика, это и одежда, и парфюмерия, все что угодно. Ну, вот чего не может быть в косметике, чтобы ее можно было вызвать халяль? Отличается она тем, что не имеет никаких вредных веществ, опасных спиртов, не имеет в составе опасных вредовитых веществ, жиров животного происхождения, ну, и так далее, многое другое еще, что не должно быть в косметике качественной. Понятно. То есть она подходит не просто всем, а всем? Она абсолютно всем подходит. Потому что она это даже лучше. Да, это дополнительные гарантии качества для потребителя для нашего. Очень круто. А это уже физико-химическая лаборатория. С помощью всех этих приборов, жидкостей, колбочек и прочего проверяют на качество сырье и кислородную массу для производства косметики. Только после этого она подается на фасовку. Готовую продукцию тоже проверяют, но уже в микробиологической лаборатории. На фабрике есть еще одна лаборатория, в некотором смысле главная. Именно там придумываются все новинки. Она так и называется – лаборатория новых разработок. Туда и иду. Сюда в лабораторию экскурсии не вводят. Так что здесь, так сказать, эксклюзивно. А не вводят экскурсии, потому что здесь ведутся секретные разработки. Ну, то есть, я так понимаю, вы нам ничего особенно не расскажете, да? Нет, конечно. Это военная тайна. Наталья Хизяк. Старший технолог по разработке новых видов косметики. Стаж работы на фабрике – 5 лет. Кроме красоты, мир спасет наука, считает Наталья. И она, безусловно, права. Ну, попробуем хорошо обойтись несекретными вопросами. Во-первых, я слышал, что кислородная косметика называется «голубая кровь». Это правда? Да, действительно, потому что кислородная косметика в своем составе имеет перфторуглероды, которые способны захватывать и переносить кислород. А если на такую эмульсию посмотреть под определенным углом в тонком слое, то она будет немножко голубоватого оттенка. Все абсолютно логично, нет вопросов. Хорошо, в двух словах, для нас, для неочей. Чем настолько радикально эта кислородная косметика отличается от обычной? Что в ней такое порой? Ну, вопреки заблуждениям, в кислородной косметике нет кислорода. Как раз-таки в нашей кислородной косметике… Я ушел. Ну, да. В нашей кислородной косметике содержится определенный комплекс, который содержит перфторуглероды, которые способны захватывать кислород из воздуха и доставлять в глубокие слои кожи. Помимо этого, доставляются и активные ингредиенты в глубокие слои кожи. И обычная косметика этого не делает? Нет, не делает, конечно. Этот комплекс запатентован, поэтому наша косметика является действительно уникальной и высокоэффективной. Понял. А сколько вот за год ваша лаборатория придумывает каких-то супер-мега-новинок? Ну, если смотреть по всем категориям, да, это косметика по уходу за кожей, гигиена, уход за волосами, косметика для дома и, конечно же, декоративная косметика, это порядка 500 наименований в год, да. Однако. Ладно, пока нас никто не верит, так вот бросив на меня взгляд, мне уже пора что-нибудь использовать или все нормально? Ну, я бы вам посоветовала экспресс кислородную маску. Экспресс, значит, это не сильно, то есть вообще все хорошо, но немножечко, да? Да, да, да. Хорошо, давайте. Кислородные маски я люблю. После них у меня кожа, как попка младенца просто, да? Да. Все, отвернитесь. Так, наносим. Это действительно активно действующая маска. Так, сейчас, секундочку. Давайте, овачки. Так, ваша... Я Бэтмен! Ваша кожа насытится кислородом. А, я уже чувствую ее прямо. Чувствуете? Я могу закрыть рот, не дышать, и все равно кислород поступает мне внутрь. Я так и поеду, наверное, да? Нет, не надо, не надо. На улице в этой маске лучше не выходить, да? Эту маску нужно 15 минут держать. За 15 минут достаточно, это же мгновенный эффект. 15 минут и превосходная кожа. То есть 15 минут у этой программы будет как будто бы другой ведущий. Пока часики тикали, узнал историю развития кислородной косметики. Эмульсию перфторуглеродов, или ту самую голубую кровь, официально зарегистрировали в 1996 году. А годом позже был основан Феберлик. Следующего поколения кислородной косметики пришлось ждать 10 лет. Новую формулу специалисты фабрики разработали вместе с японскими учеными. Третье поколение вышло еще спустя 7 лет. А теперь здесь выпускают продукты четвертого поколения. И я прямо всей кожей это чувствую. Женя, 15 минут прошли. Так. Пора снимать. Давайте. Сам? Да, вы сами. Еще как в ходячих мертвецах просто. Вау. Прямо да? Да? Да. Покажите. Зацените. Боже мой. Я точно так же выглядел в 16 лет. Чудовищно. Я вообще чувствую, что-то происходит. Это хорошо. Правильно. Ваша кожа насытилась кислородом. И теперь регенерация, восстановительные функции кожи. Заработали активнее. Начнут отрастать все эти органы, которые были потеряны в ходе болицы. Это же регулярно надо делать, да? Регулярно. Да, конечно. Все, пошел в магазин. Спасибо. Итак, теперь, когда моя экскурсия окончена, я могу совершенно точно сказать, что несмотря на то, что я уже был на косметическом производстве, я же не видел, как производят тубы или там, скажем, помадную массу. А теперь я все это видел. А вы не видели. Поэтому приходите сюда на экскурсию, а я пошел планировать следующую, чтобы так же запало вам прямо в самое сердечко. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok